всем привет спасибо вам за то что смотрите вот это все за то что пишите комментарии это очень приятно и я принимаю участие в этих беседах-комментариях по мере возможности мне это очень интересно также благодарю пишите еще слушаем вместе музыку обсуждаемые и наслаждаемся прекрасной этой самой нашей музыкой под условным названием рок а иногда джаз а иногда фанк иногда соул а иногда вообще не знаю что ну в общем вот и напоминаю вам о существовании плейлистов потому что в плейлистах уже очень много пластинок показано если вы хотите какую пластинку увидеть посмотрите сначала в плейлисты там больше 400 по моему уже я не помню сколько в общем вот что я хочу сказать хочу сказать что обещанного три года ждут но в моем случае не 3 получилось чуть больше года я имею ввиду группу clash пластинки группы clash мы как-то обсуждали вместе с вами альбом под названием ландон коллин и в комментариях меня попросили показать пластинку sandinista и обсудить ее по мере возможности ну вот прошло чуть больше года и достал из полки свои пластинки под названием sandinista одна из них у меня оригинальная к сожалению только без газеты так уж получилось вторая новодельная но зато с газетой газета я покажу сейчас тем кто не видел и никогда газета называется the armageddon times номер три или это не газета или это просто такая история конечно не знаю что тем не менее здесь тексты песен всякие комиксы и картинки и в общем приятно эта вещь конечно необходимая потому что sandinista это тройной альбом панк группы the clash после двойного альбома названием лондон коллин прекрасного и изумительного которые которые многие сравнивают то с белым альбомом то с сержантом пеппером группы beatles естественно то просто с каким-то великим творением называют этот альбом одной из лучших записей рок-музыки я кстати к этому присоединяюсь я действительно думаю что лондон коллин это одна из лучших пластинок в рок-музыке но группа clash так была вдохновлена успехом этого альбома что решила выпустить тройник после двойника чем конечно ввела в ступор выпускающие компании которые сказали нет это как вы ребята слишком круто это совсем уже никуда но группа уговорила менеджеров акул шоу-бизнеса и тройной альбом выше он вышел в такой вот одинарной обложке даже без разворота как двойники делают опроса такой просто одинарная обложка и там три пластинки ну чтобы экономить денежки причем музыканты группы clash настояли на том чтобы этот тройной альбом продавался по цене одинарного чем еще больше значит развернули сознание акул шоу-бизнеса но он и продавался по цене одинарного правда у нас на толчках он стоил значительно дороже я помню мы покупали с друзьями эти пластинки менялись ими их было немного punk rock не не очень ценился на толчках на наших но это беда это не вина наших меломанов а их беда просто потому что ну так 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 срослось вот но все равно затраты были большие на тройной альбом и музыкантам пришлось отказаться от части авторских гонораров даже от части роялти то есть за европейский рынок они получали только с первых двухсот тысяч проданных а с американским и английский рынке и европейский американский рынок там было по-другому что-то но тоже в общем были сильно урезаны в зарплатах броилте но музыканты на это пошли потому что творчество для них на первом месте было всегда и это здорово пластинка замечательная помните такую фразу он конечно сукин сын но он наш сукин сын эту фразу любят цитировать наши политические обозреватели выступающие по телевизору фразу это произнес фрэнклин рузвельт в свое время и говорил он о диктаторе самосе говорил что самоса это конечно сукин сын но он наш сукин сын чем прославился самоса помимо того что он диктатор и выжигал каленым железом инакомыслия в никарагуа поддерживал американские пули чему посвящена песня вашингтон буллетс номер 5 на 4 стороне она посвящена не только самосе она посвящена и чили и виктору харе и всем пострадавшим от захватнической политики соединенных штатов америки я кстати говоря очень люблю америку так на всякий случай я скажу я не являюсь таким совершенно упертым антиамериканцем вообще не являюсь антиамериканцем не 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 ни в коей мере потому что захватническая политика это одно а страна и граждане америки это другое нужно разделять эти вещи так вот самоса прославился еще и тем что убил августа сандину захватил его и казнил августа сандина еще в первой половине 20 века возглавлял борьбу с американскими захватчиками и опираясь вспоминая фамилию сандина был образован освободительный фронт сандиниста до сандиниста и называется эта пластинка такое вступление пластинка помимо того что она очень музыкальная очень интересная дико разнообразная потому что 36 песен в совершенно разных стилях совершенно разных стилях если говорить о панк-роке то чистый панк такой музыкально да если говорить вот в стиле ранних клэш там первых двух-трех альбомов это police on my back песня иди гранта очень старая 68 года переделанная группой клэш и практически ставшая песней клэш первые на четвертой стороне и midnight lock следующий номер тоже на четвертой стороне но он немножко уже размывается стиле вот police on my back это такой классический клэш все остальное это все что угодно это даб регги фанк soul calypso очень интересные есть номера вальс в общем куча всего рокобилли и даже джаз и и и и что такое куча куча приглашенных музыкантов путешествия встречи расставания все это отражено на этом альбоме потому что сочиняли песню около полугода в разных странах записывали в разных студиях и просто такое вот такой букет получилось который можно сравнить опять-таки с белым альбомом beatles дико разнообразная пластинка тройник я уже говорил это удовольствие на весь день просто с утра ставим и вот этот тройничок гоняем до вечера потому что настолько разные песни что запомнить сразу их довольно сложно их много 36 да и они вообще нет не похожи одна на другую хотя конечно клэш есть клэш конечно это я приврал конечно они похожи хочется мне вспомнить песню где жанна корниш соул вот благодаря этому самому разнообразию стилевому группа оказалась неприятной ситуации в городе гамбург на одном из концертов во время записи этого альбома но процесс был долгий дискретные писали в разных студиях как я уже говорил в разных странах параллельно играли потому что группа должна играть в клубах если группа не играет в клубах она умирает это абсолютно четко и вот они играли в гамбурге играли материал новый уже и публика которая пришла на концерт устроила дикое побоище музыкантов не били сначала потому что там полиция охрана то есть он между собой страшная была история кровавая почему потому что все хотели традиционный панк-рок традиционную группу клэш а новый материал вот это калипсо регидах не воспринимали джо строммер проломил голову гитары телекастер одному из заводил этой драки все было в крови строммер арестовали потом отпустили потому что не нашли следов наркотиков и алкоголя но строммер был дико взбешен разочарован и правильно потому что он говорил что он говорил что панк это символ перемен а эти люди которые пришли на концерт панк-группы явно так сказать желающие перемен у вас они любят панк они хотят что-то нового перемен каких-то они оказались такими же закосневшими консерваторами как и любители того самого классического рока упертые которые кроме музыки там 76 75 74 года ничего не слушают больше все остальное дерьмо для них такими же точно оказались эти ребят которые пришли на пришли на панк концерт не приемлющий перемен неприемлемую не приемли неприемлющие никаких изменений хотим вот это и все то есть такие же дубари как вот эти вот любители классического урока упертые очень разочаровался страмер написал эту песню corner soul номер три на третьей стороне можете обратить на нее внимание все остальное это просто калейдоскоп мелодий гармонии пение смесь даба с регги с вальсом как я уже говорил с уроком с чем угодно до magnificant seven прекрасная песня на первой стороне которая открывает альбом здесь принимали участие басист и клавишник из группы блок хэдс я на дюре и это такое практически жесткая диск с партии голоса стиля рэп здесь вообще рэп хип-хоп здесь присутствует зачаточные восьмидесятый год все в порядке очень яркая песня очень заводная до magnificant seven я напомню да ну я на дюре мы все знаем и любим группа blackheads это вообще супер коллектив джазовые раскаченные мощные свингующие музыканты они здесь дали конечно очень круто hits will you кей следующий номер песня посвящена независимым рекорд компаниям существующим в англии hits will hits will на самом деле называлась студия компании мата он который штамповала хиты один за другим просто каждый день по нескольку штук но тем не менее hits will you кей посвящена это независимым лейблом и все остальное тоже совершенно независимым джанка партнер третья песня группа хотела записывать ее на и майке вместе с майки дредом своим приятелем диджеем и продюсером но когда они начали записывать пришли рэкетиры искали платите нам бабло потому что белые музыканты на и майке тут записывают регги это непорядок в эту группу rolling stones когда записывалась она нам платила хотя это ложь наш группа rolling stones сто лет назад на и майке записывала годс хедсов и ничего не платила в общем группа оттуда свалила и записала джинга партнер в другом месте не знаю в какой студии в они они менялись альбан альбан мидс джо джо это без в бешеном темпе диска рок тире диска ну айван иван встречается с джи айджо песня навеяна холодной войной навеяны конфронтации россии и америке атомные бомбы ракеты и все дела пули свистят гормыхают и все здорово да лидер следующий номер это какой-то почти рака билли something about england это почти оперы группы kings с оркестриком с английскими какими-то такими напевами rebel вальс на 2 вальс на второй стороне натуральный вальс опять-таки про войну про солдат про то как люди умирают гибнут а другие люди танцуют вальс как как это клуб хенды круки бит руки бит пошел даб уже просто жесткий крутейший даб который переходит somebody got moderate странная рокобили опять-таки а потом one more time и one more dab это уже классика даба просто кто любит ямайкскую музыку здесь получит истинное наслаждение и дабом залит практически весь вся третья пластинка сторона 5 сторона 6 но здесь даб уже с психоделией просто с обработками с реверберацией с синтезаторами откуда ни возьмись появившимися и все это но при этом это песни не просто шумы какой-то да там песни конкретные я говорил уже 36 песен и все прекрасно все прекрасный альбом просто ваших в вашингтон буллетс но это четвертая сторона бродвей 6 номер на 4 стороне бродвейский мюзикл кусочек маленький в общем всем сестрам по серьгам прекрасная музыка прекрасная пластинка самое главное что она длинная ее хватит на весь день вот такая штука пошел пить пока